Здравствуйте! Вы сейчас вернулись с ретрита со Светланой. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов? Почему Вы вообще поехали на этот ретрит? Что для себя хотели? Как долго принимали решения? Какие вообще были предпосылки для того, чтобы туда поехать? Мы со Светланой знакомы ещё с тех пор, когда она праздновала свои 9 месяцев неедения, полной автономии. Мне очень интересно она, потому что у неё есть то, что очень важно для меня. Поэтому я на каждый ретрит пытаюсь к ней приехать. Не всегда получается, но вот в этот раз вышло очень даже хорошо. Очень даже легло, не только мне. Ну и, собственно, в следующий ретрит я тоже буду стараться быть рядом со Светланой. А почему именно к Светлане? Ведь сейчас очень много таких людей, которые не едят, которые на автономном питании. Почему именно Вы выбрали Светлану? Светлану, потому что она действительно тот человек, который действительно не ест, который действительно на полной автономии. И тот человек, который отдаёт и делится тем, что есть у неё. Ничего не скрывая, не утаивая, не затирая. А обычно люди едут к ней с каким-то запросом, а она даёт города больше, чем у человека есть вопросов. А с какими ожиданиями ехали, оправдались ли они? Ехала без ожиданий, ехала как получится. Ехала как будет, так и пусть будет. Вернулась, скажем так, с отработанными некоторыми моими затыками. Причём для меня это феерично, для меня это очень, очень ценно и очень дорого. Чтобы получить то, что я получила на ретрите Светланы, мне бы пришлось очень, очень долго работать, очень много работать над собой. А с ней это легко и просто. Что вам было важно, полезно, интересно в процессе ретрита? Что больше всего понравилось? Понравилось много чего. Мне, в принципе, всё нравится. И как организован день, ночь, всё легко и просто, всё естественно, всё как будто бы не запланировано. А вот как хочется, так и происходит. А что было хуже или лучше, чем вы ожидали? Хуже или лучше, чем я ожидала? Ну, я ожидала одного, получилось всё лучше. Что хуже, сейчас вот перебираю. Хуже, чем мои ожидания там были, ничего не случилось такого. А есть что-то, что мне понравилось? Да, есть. Я в море зашла только по колено, а хотела бы полностью. Вода очень холодная, а я вообще не люблю холодную воду. Ну, зашла по колено, хотя бы уже плюс. А какой ваш главный результат, что получилось? Я бы не хотела озвучивать мой результат, потому что для меня это многолетняя работа над собой. И Светлана её решила за один разбор практически. Относительно меня разбор был не один, поэтому у меня ещё всё в процессе. всё ещё догоняет все вкусности, которые я получила на ретрите. Какие были новые инсайты, озарения? Вот, новых инсайтов. Конечно, если я решила какую-то задачу, я уже смотрю на мир другими глазами. Вот, я решила не одну задачу за этот ретрит. Поэтому инсайтов, озарений у меня предостаточно, пока я ещё... Пока прошло очень мало времени, я ещё в них разбираюсь, я ещё наблюдаю за собой. Поэтому не буду пока говорить о них. Ну и, собственно, я так думаю, что каждый должен про свои инсайты про себя знать. А что бы Вы хотели улучшить на следующем ретрите? Что бы я хотела улучшить на следующем ретрите? Я хотела бы, чтобы всё было так же, как и в этот раз. А как считаете, почему важно, ну или, может, не важно, приезжать на ретрит к Светлане? Думаю, что это очень важно, потому что если бы у нас, ну вот, у людей было бы всё хорошо, мы бы были с открытыми душами, сердцами, мы бы не искали себя, не искали бы чего-то ещё в этой жизни. Светлана, она прям такой проводник, она лакмусовая бумага, она помощник каждой душе, то есть с ней легко и просто отработать всё в этой жизни, получить божественное, открыть своё божественное начало, и это самый короткий путь к себе. Что посоветуете тем, кто сейчас принимает решение, поехать на следующий ретрит или не поехать? Ну, я посоветую дома сидеть, потому что народу это много, и хотелось бы поменьше, наверное, когда народу, ну, людей мало, тогда проще каждому человеку. Вот я получила в разы больше, да, чем если бы было много человек, потому что я там заявляла о себе, я просила себя, а если бы было там человек 500, то тогда на меня бы ушло гораздо меньше времени и энергии у Светы, потому что она маленькая, хрупкая, красивая женщина. Благодарю вас за ответы. Друзья, всем привет! Был участником ретрита с 31 по 5 апреля, проходил буквально недавно в ЛОО со Светланой Лавровой Путь к автономии, я бы его так назвал. Почему я туда поехал? Ну, потому что условия не позволяют заниматься неедением и подобными практиками в повседневных условиях. Стройки и дела, они, ну, выбивают из колеи. А тут специальные условия, всё было создано для меня, что называется. Четыре дня сухих, я считаю, для меня это такое определённое достижение. Качественный вход, то есть с чистым кишечником, почти качественный выход. вот, и это здорово. То, что я хотел, у меня получилось создать качественный образ неедения, уточнить все моменты, как лучше входить, как лучше выходить, чтобы не навредить своему телу, чтобы не было каких-то нездоровых последствий, чтобы всё было ладно. Вот. Мне очень понравилась группа, очень собранный такой, сильный народ собрался. Было идти вместе легко, комфортно, приятно. Света, как ведущая, просто бесподобна. С ней хорошо. Мне нравится, что она, у неё всё по-честному, всё по-доброму, как-то так, бережно она, очень ко всем. Вот. Ну, что ещё сказать? Если честно, ну, как будто оказалась в другой реальности, и всё, всё то же самое, всё, ну, как-то оно по-другому. Я сейчас только понимаю, что было вроде бы, как бы, ничего особенного, а при этом, ну, такая глубина, такая внутренняя тишина, возможность увидеть какие-то внутренние, скрытые, ну, не знаю, области сознания, что ли, как это назвать. посмотреть на себя глубже, вот. Ну, очень понравилось, интересную штуку для себя зацепил, ну, что до 10 часов лучше не есть, ну, с утра если. Ну, а вообще, самое интересное, что я понял, что вообще без еды можно жить. и это такое хорошее наблюдение, качественное. Вот. Ну, всё, всем добра. Добрый день, друзья. Хочу сказать несколько слов о ретрите, который был у Светланы в Сочи. Я не то, чтобы туда ездил, у меня был свой экспириенс, свой опыт, я был на этом ретрите онлайн, конечно, это не настолько не настолько даёт впечатление, но, наверное, я бы даже сказал большого значения, что меня там не было, это не несёт, потому что я там был. несмотря на то, что моего физического тела там не было, если говорить о том, что весь мир это энергия, то я был подключён с момента того, как я решил поехать на этот ретрит, и это было здорово. Решение принял сразу, потому что мне очень приятно и интересно работать со Светой, мы с ней уже давно общаемся, практически год уже будет, и я могу сказать, Света для меня тот человек, который делает всё очень профессионально, при этом достаточно мягко, комфортно и есть результат. Для меня результат это продвижение вперёд по своему пути, это прояснение каких-то вещей или получение ответов на вопросы, которые я хочу получить, развитие, саморазвитие, и Света очень здорово и профессионально, и качественно, и мягко поддерживает и даёт информацию, при этом информация очень результативная, то есть практически в моменте я задаю вопрос, я получаю ответ, даже находясь просто в поле Светланы, не задавая этот вопрос вслух, а может быть ментально проговаривая его себе где-то там в голове, но вот во время ретрита у меня было несколько раз подобных историй, когда я просто находясь в поле задал себе вопрос и получил мгновенный ответ, или даже были такие ситуации, когда я задавал Свете вопрос и в первом мгновении она отвечала мне сразу, но для меня это была пустая информация, она не имела для меня никакого смысла в момент ответа, и спустя какое-то время через там может быть несколько часов или может быть день-два происходило что-то, мне даже сложно это описать, что, но как будто уж произошла, как происходила какая-то распаковка и она как раз была под тот вопрос, который задавал день или там несколько часов назад, то есть это может работать не сразу, но это все равно работает. На ретрите, на этом ретрите я получил ответы на свои, даже не в ответы на вопросы, знаете, наверное не так, я продвинулся дальше, я увидел себя, я почувствовал, что такое эмоции, что такое чувства, чем они отличаются, как это проживается, в чем прелесть проживания чувств и для меня это была важная работа, ну там это моя может быть была такая основная, основной был запрос это войти в чувства, зафиксировать их, почувствовать чувства, почувствовать эмоции, почувствовать разницу между ними, остановиться в средине и проживать в моменте чувства эмоций, не вовлекаясь. Даже могу сказать, что когда ребята пошли на места силы и делали у меня оттуда видео, ну, наверное, даже если бы они его и не делали, я соединялся с этими местами и получал все то же самое, что получали они. Поэтому, на мой взгляд, для ума, конечно, важно находиться на ретрите физически, оффлайн, а по большому счету в этом необходимости нету, потому что когда включается энергия, включается энергия Светланы, включается энергия ретрита, включаются посылы, включается моя энергия, все это объединяется в одно, в один большой, в одно большое поле и начинает работать. Поэтому я для себя я рекомендую себе двигаться со Светланой дальше, потому что для меня это не просто движение, это прорыв. Это прорыв. Спасибо, Светлана, спасибо, Свет. Я благодарен тебе за помощь, поддержку, чуткость, душевную красоту и физическую тоже. Ты лучшая, хотя в нашем мире нет лучшего и худшего, но ты профессионал. спасибо. Всем привет, меня зовут Диана, я хотела записать отзыв о ретрите, который прошел в Лоу 31 апреля, 5, 31 марта, 5 апреля. Вообще, конечно, для меня само название ретрит, наверное, оно даже не отражает сути того, что я получила, для меня это больше как трансформационная программа, трансформационная программа именно над собой, за счет которой вообще человек открывает свои новые грани, то есть свои новые возможности. я когда узнала вообще, что этот ретрит будет проходить, я тут же сразу же на него записалась и у меня даже не было сомнений, что я туда попаду, я уже была просто на ретрите у Светланы и мне очень нравится ее подача, мне нравится ее искренность, открытость, мне нравится то, что практически на любой вопрос у нее есть очень такой, сказала бы, хороший ответ в плане, что этот ответ как будто бы из прожитого личного опыта, то есть не то, что где-то она услышала, она этот опыт сама прожила, она очень чутко и четко отслеживает вот эти свои состояния и умеет их передать другим людям, вот, и вот эта вот откровенность, правда, она, честно говоря, тебя подкупает, хоть и не всегда приятно о себе слышать какие-то моменты, которые, ну, скажем так, ты не очень хочешь в себе видеть, они тебе не нравятся, ты по какой-то причине делаешь вид, что в тебе их нет, и может быть не каждый готов к этой правде, но мне это было очень нужно, и я именно ехала за этим. Моя еще одна такая основная цель этого ретрита это попробовать себя попробовать голодовку на сухую, да, потому что раньше я этого не делала, всего одни сутки я была на сухих, и мне после этого стало очень плохо, я как-то, говорят, ну, как говорится, расклеилась, и в этот раз мне очень хотелось все-таки вот этот барьер преодолеть. у меня получилось три-трое суток проголодать, но даже суть не в этом, а суть в том, что после этого я начала пить, когда все уже вышли, я тоже вышла, начала помаленьку, чуть-чуть совсем кушать, и вдруг я поняла, что как бы у меня на самом деле голода нету, я кушаю не потому, что мне хочется кушать, а просто потому, что я привыкла это делать, и как бы вопрос тут был, ну, это я сама поняла, что на самом деле как бы вопрос был, а что делать-то, если не кушать, то есть там два раза в день нужно что-то съесть, ходить в магазин, приготовить себе еду, а тут ничего этого делать не надо, высвобождается огромное количество времени, энергии, и после ретрита я еще три дня не кушала, я пила водичку, немножко пила гранатового сока, и меня удивило то, что совершенно не было чувства голода, ну, для меня, как человека неопытного, вот в этих, скажем, вопросах голодовки, это определенный успех, то есть я для себя открыла голодовку не через, если раньше я пробовала, я всегда шла через такие внутренние терзания, мне было плохо через страдания, я хотела пить, я хотела кушать, я хотела, ну, как бы, ждала этих часов, считала, когда же я все-таки вот уже покушаю, сейчас у меня было совершенно другое состояние, мне не хотелось есть, и я поняла, что суть в голоде, наверное, это не про покушать, а это просто, чтобы убрать вот эту привычку, постоянно что-то кушать, постоянно что-то жевать, постоянно что-то там пить, это просто вот как вредная привычка, потому что организм мой чувствовал себя просто потрясающим, и сейчас, когда я начала есть, я прям ощущаю такой недостаток, мне хочется опять этого голода, и, честно говоря, не хватает, ну, команды поддержки, да, которая у нас была вот на ретрите именно среди нас, ну, нас всех участников, мы друг друга себе поддерживали, мне этого не хватает, потому что, повторюсь, как и для человека неопытного, конечно, мне сложно вот так взять себя в руки и дома, ну, на данном моменте, этапе моего развития, сложно, сложно это делать в одиночку, поэтому я, конечно, слежу за информацией, когда будет следующий ретрит, и когда, когда я смогу на него приехать, а еще такое интересное, поделюсь таким интересным для меня событием, я встала на гвозди, ну, кто, кто вставал, тот знает, первый раз я пробовала месяц назад на прошлом ретрите, простояла 3-4 минуты в терпениях, в боли, в мучениях, сейчас я не знаю, сколько это было по времени, потому что Света просто взяла меня за руки и вела, вела через, как бы, мое осознание, что же я хочу, то есть через мое намерение, я создала намерение перед тем, как встать на гвозди, и Света мне помогла вот это намерение раскрыть, и, честно говоря, для меня это совершенно просто необыкновенный сногсшибательный опыт, у меня тряслось все тело, я просто дрожала, как листок, наверное, осиновый, там, вообще, сколько это длилось, я не знаю, но прошло какое-то время, но уверена, что это прошло больше, там, 7, может быть, 8 минут, прошло время, и просто мое тело так расслабилось, и я совершенно перестала чувствовать боль, и пришло какое-то такое дикое состояние счастья, я просто расплакалась от этого состояния благодарности, благости, счастья, радости, начала просто благодарить всех, всех вообще, кто вокруг меня, это был для меня, ну, такой потрясающий опыт, какой-то совершенно новый, и за что я очень-очень благодарна, и до сих пор вот так с трепетом вспоминаю, вот, поэтому, ну, не хочу, чтобы это видео так выглядело, как реклама, да, но, честно говоря, я под большим впечатлением вот этого ретрита, и под большим впечатлением своих возможностей, то есть, то, что мне казалось очень трудным, через, что нужно это преодолевать, через боль и страдания, оказалось, это все полная чушь, все это можно получить, и всего достигнуть из состояния счастья, радости, из состояния внутреннего спокойствия, какой-то внутренней такой уверенности, любви и гармонии, поэтому, конечно, я с нетерпением жду следующего ретрита, я бы его назвала даже не ретрита, а какая-то трансформация, как я это вначале сказала, поэтому, очень-очень, очень этого жду, и, конечно, огромная благодарность Свеклане за ее энергию, за ее чуткость, за ее такую отзывчивость, и всегда желание тебе помочь, только часто ты не всегда готов к этой помощи, то есть, ты часто не хочешь слышать эту правду, которую тебе кто-то говорит, тебе хочется поспорить, сказать, да нет, это все не так, и если вот суметь в себе признаться в чем-то, да, то это открывает совершенно новые двери и выносит тебя на другой уровень, поэтому за это Светлане огромная благодарность, вот, спасибо, всех обнимаю, всем привет! Всем привет, меня зовут Марина, и я хочу записать отзыв о ретрите Светланы Лавровой, он прошел в начале апреля, а вот сейчас у нас конец апреля 2022, уже прошло немного времени, мне это поможет рассказать о результатах, которые прошли и после него, потому что то, что Света делает, как она это делает, оно дает эффект не только на самом ретрите, а и после него, вот, у меня немножко предыстория, с января был опыт сыроедения, вот, я так обустроила все так, что у меня это получилось, и я не спрыгнула, то есть постепенно, вот, мне это было важно, потому что что я хотела поднять уровень своей энергии, сил, здоровья, да, которое вот началось боиться за прием медикаментов периодом раньше, вот, и мне это получилось, более того, мне было интересно, мне понравилось, я поняла, что мой организм реагирует позитивно, и вот пока я изучала по интернету, слушала все о сроедении, я открыла для себя понятие автономии, узнала, что таких людей достаточно много, это меня удивило, какая-то, я поняла, что интересно начать с жизни проходит просто мимо меня, почему, вот, я начала узнавать, чтобы понять, узнать больше, чтобы понять, насколько для меня это возможно, и насколько мне это нужно, и слушая тех людей, которые рассказывают о себе, о своем опыте, я увидела на ютубе Светлану, вот, я начала слушать, поняла, что вот он мой наставник на сегодня, почему, потому что то, как она объясняет, как она рассказывает, мне все очень понятно, потому что я поняла, что когда человек поднимается чуть выше, он пользуется часто философскими понятиями, а мы ими в каждодневной жизни еще пока не живем, по крайней мере, я, если вы такой человек, который тоже понимает логические и понятные объяснения, как работает мозг, почему в твоей жизни происходят те или иные вещи, да, об этом, и вам это интересно, и вы хотите понять, что именно конкретно нужно поменять для того, чтобы произвести изменения в своей психике, в своей жизни, да, перейти от одним привычкам к другим, вот это все к свете. Казалось бы, многие об этом рассказывают, но вот я именно у нее услышала, что она в похожих ценностях, да, что мне все откликается, и я как будто увидела вот эту дорожку, которая подойдет лично мне на данном этапе, поэтому у меня не было сомнений, я купила билет, прилетела в Сочи, отменив предварительно все планы, у меня были мероприятия, простроены еще что-то, но я поняла, что мне срочно нужно ехать, вот, потому что онлайн это хорошо, но офлайн это совсем другое, и мне было очень надо, то есть я четко понимала к этому моменту, что мне нужны изменения, уже связаны не только со здоровьем, а и со своей способностью быть, наверное, в большей степени творцом в своей жизни, вот, появилось четкое ощущение, вот, на сыром, что мы можем гораздо больше, чем мы делаем каждый день, в том смысле, что можем делать это проще, легче, интереснее, и у меня было точно понимание, что я не хочу все делать, как я делала, как я жила, я хочу перемен, а вот какие нужно еще нащупать, нащупать, какие возможности есть, вот, сам ретрит был чудесным, я купалась в море с 1 апреля, никто у нас не простыл, не чихнул, не кошлянул, была чудесная группа, и верно говорят, что люди подбираются те, те, которые друг другу необходимы, именно на данном этапе, хотя я света говорила, что все будет очень жестко, но атаку жестко у нас не было, но было очень глубоко, вот, что у меня получилось, у меня получилось на уровне веры, на уровне чувствования, прочувствовать и понять, что я могу перейти на автономию, я этого хочу, мне это интересно, и нет, я не смогу это сделать в эти несколько дней, но да, я смогу это сделать на протяжении определенного периода времени, и я смогу сделать так, чтобы это был интересный путь, я для себя поняла, что само понятие какие-то дни мне не очень подходит в итоге, после трех дней начинается интоксикация, и это все понятно, и тут принцип постепенности, наверное, больше мне подойдет, поэтому три дня были классными, интересными, это было такое измененное состояние, когда кушать не хотелось, оно было такое медитативное, и действительно очень помогало Светлана, ее поле, вот, а на четвертый день началась все-таки интоксикация, появилась слабость, и я поняла, что, ну, мне будет просто сложно воспринимать наши разговоры, потому что нужно все-таки воспринимать и думать, вот, и я потихонечку начала пить полы, ну, конечно, едой это все тоже не назовешь, вот, но постепенно мед вернула, и это сейчас не суть, вот, так или иначе, эти несколько дней, у меня еще был страх, что я похудею, потому что у меня нет задачи похудеть, я всю жизнь в своих 50 килограммах, меня это устраивает, а вот худеть мне не нравится, и вот эта мысль о том, что вообще не думая об этом, тело само найдет в итоге свой нужный вес, объем, пропорции и так далее, вот, это тоже было одним из моих результатов, потому что всегда я боюсь худеть, всегда я худею, если что-нибудь я там начинаю себя сильно ограничивать, вот, и вообще я поняла, что еда нам не так необходима, что замена ей есть, а я прям прочувствовала, что воздух, физнагрузка, которую я очень люблю, эмоции, чувства, это вот то, что на самом деле может составлять основу нашего существования, даже физического тела, вот это у меня появилось на уровне веры сегодня, и это огромная разница с тем, что было до, да, когда вот у меня еще сомнения, как все могут, не могут, сейчас я точно понимаю, что это так, вот, просто это некая привычка, которую мне нужно перевести, и у меня только один вопрос, как это сделать, не путем, вот этой депривации себя, да, и всех сторон в своей жизни, а с интересом, с удовольствием, потому что я уверена, что закрепить это может именно так, вот, и у Светы такой же подход, мне это очень понравилось, и зашло, вообще я поняла, что она тот человек, с которым у меня получается, вот, это самое главное, потому что мы все любим, когда у нас получается, мы начинаем, а у нас получается, и я искала именно это, и я именно это в ней нашла, я больше скажу, что по прошествии времени, вот этого почти месяца, я еще больше оценила, ту проделанную работу, потому что у меня постепенно стали уходить, вот, некоторые вредные привычки в еде, которые еще были, там, даже на сыроедении, да, то есть, я так частично что-то оставляла, к примеру, там, кофе, чай, вот, гораздо меньше этого стало, я стала четко понимать, отслеживать, у меня прям такие инсайты, пошли на ретрите, то есть, что я сейчас ем, зачем я это ем, почему это работает, на какое дело, на какую эмоции я могла бы поменять это, вот, я стала четко это понимать, то есть, не просто вот так вот, а, что-то хочется есть, поел, побежал дальше, вот, а четко понимать, вот, я совершенно перестала реагировать на, на то, что люди вокруг едят, или провоцируют меня, или прочее, то есть, у меня такой стабильный стал, да, стабильная приверженность, уже той сырой еде, которую я ем, и она стала легче гораздо, вот, и мне это очень интересно, вот, а, почему я считаю, что, я хочу и дальше продолжать, да, заниматься у Светы в клубе, потому что я и дальше продолжаю эту тему копать, вот, и я до сих пор считаю, что я хочу вот именно с ней дойти до своего уже максимального большого результата, мне причем не очень нравится, опять же, это понятие сухих дней, как будто это те самые дни, вот, хочется просто подойти к тому моменту, когда организм сам не захочет, как оно потихонечку сейчас и происходит, стабастая по шагам, и выбери что-то еще для себя именно как удовольствие, да, а не как заставлять себя или ущемлять себя, вот, это не работает, и я понимаю четко, что по пути именно это произойдет за счет того, что удастся порешать многие внутренние психологические проблемки, чувствовать себя счастливым, счастливой в моем случае, чувствовать себя свободной, да, от многих дискомфортов, которые многие годы еще со мной остаются, да, вот, и с детства что-то идет, что-то я еще не осознаю, но и там на ретрите уже удалось несколько ситуаций пройти, и я себя чувствую сейчас гораздо легче, да, и как только эта ситуация решается, внутри ты ее понимаешь, проживаешь, то у тебя какая-то еще часть зависимости жизненных уходит, вот, я совсем по-другому хожу по улице, совсем по-другому общаюсь, вот, я понимаю, что появилась некая независимость от многих процессов, которые казались, о, я за них держусь, и это, конечно, огромное изменение, вот, почему к свете, да, все-таки я считаю, что очень важно идти людям, которым тоже важен логический, понятный, последовательный подход, она искренне делится, и она настолько настроена на то, чтобы помочь людям на сегодня, это потрясающе, вот, она, можно сказать, даже иногда, когда хочет сказаться строгой, вот, она любит очень людей, и видно, что она вкладывается, и видно, что ей это нравится, и видно, что она очень хочет, чтобы у ее учеников, те, кто приходит к ней за помощью, все получилось, и у них получается, такой очень позитивный человек, очень искренний, она, потому что может рассказывать тоже о своих плюсах и минусах, как получалось, что не получалось, вот, ты, когда с ней рядом находишься, это удивительным образом, вот эти новые верования, новые убеждения, о которых ты хочешь, они укрепляются, и это все дает силу определенную, вот, поэтому я очень верю, что последующие шаги будут тоже интересными, и что еще у меня получилось хорошо, это отличать эмоции от чувств, что такое чувствование, что такое эмоции, и я еще продолжаю идти по этому пути, но уже моя жизнь стала более осознанной, и само слово осознанность стало для меня живым, то есть это тот самый случай, когда ты знал, знал, а вдруг понял, да, то есть когда ты в моменте понимаешь, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, и как это будет, очень частыми стали вот эти ситуации, когда ты что-то планируешь, и оно получается, ты подумал, оно произошло, ты захотел, и оно начинает сдвигаться, да, и, наверное, это именно то, что изначально было мне интереснее, вот оно там начинает происходить, но я еще двигаюсь, еще нащупываю, какие могут быть возможности у меня в данном направлении, вот, поэтому я, Светя, очень благодарна за то, что она появилась в моей жизни, вот, я сейчас еще дальше-дальше пойду по ее продуктам, собралась в клуб на сегодня, вот, и думаю, что пойду на личное консультирование, я не уверена, что, насколько долго она будет проводить, вот, те мероприятия, те учебы, те консультации, которые сегодня она проводит, какой будет уровень у них дальше, какая у них будет стоимость, потому что ценность очень большая, цена пока не такая большая, какая она могла бы быть, и каждый человек сегодня, по сути, может себе это позволить, если на самом деле захочет, поэтому, очень сильно порекомендую тем людям, которые ставят сегодня перед собой вопросы, вот, личного развития, духовного развития, прийти к ней, задать свои вопросы, и, потому что те ответы, которые она дает, они удивительные, они в потоке, вот, и вдруг она вам показывает те моменты, которые на самом деле очень важны, и которые вы сами не замечали, это очень важно, и такое сочетание, да, вот профессиональный психоаналитик и человек, который находится сам в автономии, они дают возможность видеть как будто сквозь тебя, и очень важнее подмечать моменты, и это уже половина работы, потому что если вы их проживаете до конца, то они над вами власть, зачастую теряют, иногда это то, с чем вы всю жизнь жили, но не знали об этом, вот, поэтому, Свете, огромное спасибо, я обязательно еще приеду, вот, я очень рада тому, что у меня сегодня получается, я сегодня, можно сказать, тот человек, я не, что еще не могла поверить, буквально там до января, вот, я вижу, что вот это развитие, оно происходит быстро, 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 поэтому спасибо.